Место священное писание, которое я хочу сегодня прочитать вместе с вами, братья и сестры, написано в первом послании Петра, вторая глава, и здесь написано, будем читать с 13 стиха и по последней, наверное, 25. Писание говорит нам так. Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите. Слуги, со всяким страхом повинуйтесь Господом не только добрым и кротким, но и суровым. Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было листья в устах Его. Будучи злословим, Он не злословил за им, но страдая не угрожал, но предавал то судьи праведному. Он грехи наши Сам вознес темам Своим на дерево, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами Его вы исцелились. Ибо вы были, как овцы, блуждающие, не имея пастыря, но возвратились ныне к пастырю и блестителю душ ваших. До этого места, братья и сестры, мы слышали, что Писание нам говорит о том, чтобы мы, как христиане, должны были послушны всякому верховной власти. И таким образом, когда мы будем послушны, мы будем заграждать уста невежеству безумных людей. И мы должны подчиняться. И я думаю, и я знаю, что мы так и делаем. Работаем хорошо, платим налоги, поступаем справедливо, стараемся жить честной, святой и справедливой жизнью. И это все перед лицем Господа. Как достойно рабам Божьим. И немножко дальше, там написано тоже и слугам, чтобы они были покорны Господом своим. И слушались то, что говорят Господа им. Даже несмотря на то, что они бывают и жестокие, и злые, нужно им покоряться. Потому что так говорит Писание. И там указывается на Иисуса Христа, на том, что Он претерпел, что Он перенес, как Он пострадал. И написано, что Он оставил нам пример. И вот, друзья мои, 15 стих говорит нам о том, чтобы рабы Божьи. А 21 стих говорит о том, чтобы мы шли по следам Его. И вот, друзья мои, сегодня в процессе этого служения, этой проповеди, моя мысль идти по следам Иисуса Христа, как рабам Божьим. Вы знаете, братья и сестры, я скажу и тему, которую сегодня хочу с Божьей помощью изложить сегодня вам. Работая в аэропорту, здесь в нашем Портландском, ко мне подошел один юноша молодой. Ему было 20 лет на тот момент. Сейчас у этого юноши уже, наверное, четверо детей. Вот. И он задал мне один вопрос. Брат Виктор, а как вы смотрите на то, что можно ли христианину брать оружие? И дальше немножко помолчал. Он сказал, что потому что среди молодого поколения очень много разногласий, очень много споров. Время было ограничено. И поэтому я ему дал ответ буквально в нескольких предложениях, после чего он соглашился, что оружие в руки брать нельзя христианину. Вот. И сейчас у него уже несколько детей. И вот, друзья мои, мне хочется посмотреть о том, что нам говорит Писание. Вы знаете, Писание говорит, если взять Иакова, послание, первое предложение, говорит, Иаков – раб Господа Иисуса Христа. Потом мы читаем Петра, начинаем читать Евангелие Петра. И там написано также, Пётр – раб Господа Иисуса Христа. И когда мы читаем Иуду, также написано, раб Господа Иисуса Христа. Апостол Павел, когда начинал послание к римлянам, также пишет, что он раб Господа Иисуса Христа. И вчера я даже прочитал место Священного Писания, которое написано в Откровении, в самой первой главе. Там написано о том, что Бог послал Откровение рабам своим и через раба своего Иоанна. То, друзья мои, мы не свои, мы рабы Иисуса Христа. В 11 главе Матвея он предлагает взять Иго на себя всем христианам, которые придут к Нему и последуют за Ним. И вот, друзья мои, это Иго, оно не тяжко, и время очень легкое. И желание моего сердца рассказать сегодня немножко, знаете, пройти по следам Его и сказать четыре примера из Священного Писания, чтобы мы обратили внимание, какие следы Он оставил нам на сегодняшний день. Друзья мои, мы видим первое место Священного Писания, которое мне не хочется напомнить сегодня, это Марка, 7 глава. Она повествует нам о том, что, когда он пришел в один из городов, то встретила его серефийникиянка, то есть язычница. И вот, хотя Христос не хотел, чтобы кто-то узнал об этом, но все же таки дошло до слуха этой женщины, что пришел Христос, и она бросила все, поспешила к Нему, вошла в дом, пала к ногам Его и стала умолять, чтобы Он освободил дочь ее от беса. И там между ними прошел диалог, друзья мои, и Христос в конце сказал, «О, велика вера твоя, дочь, иди». И дочь освободилась от бесов. И, друзья мои, если так посмотреть на вот эти действия Иисуса Христа, ведь мог Он свободно сказать ей, что ты серефийникиянка, ты язычница, ты не из израильского народа, поэтому у меня нет никакого дела к тебе. Иди до своих богов, иди до своих старейшин, правителей, пусть они совершают над тобой обряды, над домом твоим, и пусть там они все это дело решают. Нет, сжалился над нею, усмотрел милость свою над нею и послал освобождение дочери ее. Второе место в Священном Писании написано Лука, седьмая глава. И оно говорит нам так, что когда Христос пришел в город Найн в Израиле, то Он увидел похоронную процессию. И несли одного юноша, молодого юношу. И вот за ним шла мать и плакала. Шли окружающие соседи, наверное, родственники, тоже плакали, утешая ее. И Христос посмотрел на всю эту процессию похоронную, понимая, что уже нет наследника, понимая, что уже нет помощника, сострадая этому всему делу, он остановил процессию и сказал, «Юноша, тебе говорю, встань». И юноша встал, значит, и он сказал, отдайте его матери ее. И вот, друзья мои, смотря на эту картину, и какой он нам оставил след в этом действии, которое сегодня, на сегодняшний день читают многие христиане, то я посмотрел так. Он подошел к этому бердому телу и дал жизнь. И дал жизнь. Братья и сестры, как вы думаете, как мы христиане, как мы рабы Господни, возьмем им в руку свою этот металл, чтобы лишать жизни человеческой. Или пойдем по словам, по следам Иисуса Христа, чтобы, видя подобную картину, значит, иметь сострадание, и бы сможет по воле Божией возвать Господу, или умершего, или убитого, и по воле Божией поднять его из мертвых и дать жизнь. Не взять, не забрать ее жизнь металлом, но дать жизнь душе, подобно, как сделал Иисус Христос. Третье место Священного Писания, которое я сегодня хочу осветить, это записано в 4 главе Иоанна. И там написано так, что Христос встретился с самарянкой. И вот он, значит, с ней начал иметь диалог, попросил воды. И заметьте, что не Христос сказал, что я с тобой не буду сообщаться, а она сказала, что как ты спросишь у меня, ты же иудей. У нас же нет никаких общих дел с иудеями. А ты просишь у меня пить у самарянки. Но Христос не сказал, нет. Он ей предложил воду живую. И мы знаем, что она приняла эту живую, потому что он ей рассказал ее биографию, что она делала, и как она живет. И она приняла и уверовала в Иисуса Христа. Братья и сестры, а способны ли мы, подобно Иисусу Христу, идя по следам Его, делать так само, как и Он? То есть не положить разницу между тем, на каком языке ты говоришь, и какой у тебя акцент, вот, подобно как Он сказал, что, значит, дам тебе воду живую, способны ли мы предложить этому человеку с другой национальности эту воду живую, это Слово Божие, которое спасает через Иисуса Христа? Способны ли мы? Или, быть может, в нашем сердце проявится какая-то, значит, отчужденность? Нет, я такой национальности, а ты такой национальности, поэтому я не буду с тобой даже и разговора разводить, заводить. Но мы видим, Священное Писание говорит о том, что Христос не положил разницы и предложил ей воду живую. Друзья мои, еще одно место Священное Писание, четвертое, которое я хочу на сегодня осветить, написано в 8 главе Иоанна, и оно повествует нам о том, как однажды ко Христу привели вот эту женщину, взятую при любодеянии. И вот, друзья мои, казалось бы, уже безвыходное положение, все, значит, нужно человека предать смерти, потому что и закон на этой стороне. И мы видим, что Иисус Христос, Сын Божий, Он говорит вот этим людям, которые привели к ней эту женщину, взятую при любодеянии, говорит, да, возьмите камни и побейте, если у вас нет греха, если на камне греха нету, бери камень и кидай первый. И, братья и сестры, не нашлось ни одного человека, который бы имел дерзновение поднять руку свою и опустить камень на это тело. Потому что все согрешили, лишены славы Божьей, у каждого что-то нашлось. И, братья и сестры, я так смотрю на вот этот случай, он говорит нам о многом. Вот, если мы встретим, значит, человека, который, как бы казалось, уже обречен на смерть, на смерть, и нет уже выхода, то, если есть, значит, возможность воззвать Господу, дать, чтобы Господь дал мудрости, и помочь этому человеку выйти из этого положения, и не осудить, и не сказать в сердце своем, что, а, ты делал, или ты делала такие дела, ты получила свое, ты получаешь свое, так тебе и надо. Нет, сохрани нас Господь. Но как рабы Божьи, смотря на Иисуса Христа, на нашего Господина, сделать подобно, как Он сделал. Значит, если это есть в нашем, значит, сознании помочь, и если есть какая-то возможность в этом помочь, чтобы не осудить насмерть, но оправдать человека. Друзья мои, мне есть желание рассказать три примера. Это не прочитанные примеры и не пересказанные кому-то. Это примеры, которые я сам пережил в своей жизни, встречаясь с этими людьми. И вот первый пример я хочу рассказать об своем отце. Все мы знаем 1941 год, и началась война Советского Союза с Германией. И всех забирали на фронт, чтобы встречать врага значит, огнем. И вот вместе, так как папа мой был молодым, ему было на тот момент 23 года, и вот он пошел на фронт. Вы знаете, мама была верующая, бабушка моя, а дедушка был неверующий. И вот папа колебался, хромал духовно. Он взял оружие и пошел на фронт. И когда он пошел на фронт, и прошел эту подготовку, и вступил в бой, то вот, и взял оружие, и то вот летит пуля. На этом, братья и сестры, я сознательно останавливаю этот рассказ и перехожу ко второму свидетельству, чтобы мы могли понять, что все, что происходит, оно под контролем Бога. И ничего без контроля Бога не бывает. В соседнем городе жил один, была одна семья, в соседнем городе, где я жил, там на востоке. И вот там была она хорошая семья, знаете, верующая была, но один из этих сыновей, он хромал, духовно хромал. И вот пришло время, он повзрослел, и стал юношею. И как мы все знаем в Советском Союзе, то всех забирают принудительно в армию. То есть там была обязательная армия, и все шли в армию. Все должны служить, кто два года, на флоте служили по три года, но все должны пройти через это. И когда его забрали, этого юноша, в армию, то он, значит, тогда на тот момент была война Советского Союза с Афганистаном. Там в Афганистане была война, были боевые действия, его забрали туда, на этот Афганистан. И куда он пошел, там подготовку, вот, их обучили немножко, и кинули их в бой. И вот, братья и сестры, когда они вступили в бой, летит пуля. И эта пуля попадает ему между ступней ноги и между коленом, посередине. И эта пуля выбивает у него пять сантиметров кости. Это спичечный коробок, спичечный, размером спичечного коробка. Нога осталась висеть на мясе. Его унесли, забрали в госпиталь. И когда ему стали, значит, оказывать помощь, он был в сознании, и он сильно просил докторов, чтобы не резали ногу, чтобы оставили ногу, чтобы сделали все возможное, чтобы он остался с ногой. И вот, братья и мои сестры, ему говорили, что невозможно, нога, не на чем ее крепить, кость выбита. Здесь только ампутировать, чтобы сохранить твою жизнь, и надо ампутировать. Но он сильно просил, до конца, покуда уже не вырешили сделать операцию и отрезать ногу. Собрали последний, значит, консилиум врачей, хирургов. Выхода нету, надо только резать ногу, чтобы сохранить жизнь человеку. И, братья и сестры, смотря на то, что уже нет выхода, нет, значит, помощи со стороны этих врачей, он сильно вызвал Господу. И сильно стал молиться, Господи, сохрани мою ножку, Господи, сохрани мою ножку, я хочу быть с ногами. И вот, братья и сестры, когда его усыпили, снотворным началась операция. Братья и сестры, вы знаете, как хорошо быть с ногами, как хорошо быть с руками, как хорошо быть с пальцами, как хорошо быть полнотправным и полноценным. Вот. И, братья и сестры, у меня есть один зять, моя жена и старшая сестра, ее вышло замуж за коллегу. Двенадцать лет было мальчику, когда случилось вот это несчастье, когда он подкидал пшеницу в комбайн, то нога его соскользнула, по всей вероятности, он был на копне, и он, значит, нога его пошла в вот эту крыльчатку, которая молотила пшеницу. И в результате чего затянула ногу, ему пришлось отрезать ее до колена. И я помню, значит, когда он снимал вот этот свой протез, он начинал ее чухать, вот, и говорил, что мизинец чешется. Я смотрел на него, он смотрел на меня, и он говорит, что ноги нет, а нерв его остался, нерв мизинца, поэтому он дает знать о себе, и я чухаю его, как мизинец. То есть, до колена нету ноги, а он говорит, что мизинец чешется. Братья мои и сестры, у нас на данный момент проходят тяжелое положение два брата, и им предложили ампутировать члены тела. Мы знаем все это, мы молимся об этом, чтобы Господь их сохранил и помог, и чтобы они были здоровы и ходили на своих ногах. И, друзья мои, смотрите, как оценено нашими братьями, как оценено нашими братьями тот, что дал Господь. они не согласились на решение врачей, они сказали, что не надо нам отрезать пальцы, ни ногу, ничего не отрезать, мы надеемся на Господа. Благослови Господь, укрепи их в веру, чтобы они остались со своими ногами, со своими членами церкви, членами тела. Друзья мои, когда вот эти зять и еще один там человек тоже без ноги, они встречались, то они друг другу советовали, какой мазью помажет, значит, вот эту вот наконечность отрезанную, чтобы оно не прело, чтобы оно не натиралось, а какой мазью помазать лучше, насколько это тяжело, насколько это трудно, значит, не иметь части тела в теле, не иметь частей в теле. И вот, друзья мои, возвращаясь к тому, когда он лежит на операционном столе, вот этот молодой юноша, который так просил у Господа, оставь мою ножку, Господи, оставь мою ножку, и вот мы видим, и вот, когда он уже оснулся после наркоза, прошла операция, он мне рассказывал сам, и говорит, первый взгляд, который я кинул, на то, что там, где должна быть нога, потому что врачи сказали, что мы отрежем ее тебе. И вот, когда я посмотрел, говорит, то я увидел свою ногу. Нога есть, она не отрезана, она не отрезана. То есть, в последний момент Бог так ответил чудно на его зов, на его крик души, что он повелел врачам взять кость из его тела и вставить туда, для того, чтобы она обрастала, и вставить такой аппарат на спицах с резьбой, чтобы он периодически подкручивал вот эту резьбу и растягивал кость, для того, чтобы она как-то могла восстановиться и выровняться, значит, вот это тело. Я сам видел, как он подкручивает, обыкновенным ключом на 10 он подкручивал периодически, чтобы как-то растянуть эту кость. Но так ему и не удалось. И по сегодняшний день одна нога короче, одна нога длиннее. Вот. И получилось так, что духовная хромота, она выровнялась. Он стал верующим, хорошим христианином, настоящим христианином и служит по сегодняшнему Господу. И, значит, некоторое время мы вместе с ним служили Господу. Ну, потом у брата появилась семья, и я стал служить, значит, в другом месте. Вот. То, что я хочу сказать, когда этот человек предстал преувеличием Божьим, этот человек, то Бог ему сказал через сосуда, что пуля, она летела в твое сердце, но я направил ее в ногу. Братья и сестры, а ведь мог бы свободно убрать ее, чтобы она дзенкнула возле, подняла пыль на дороге, там, где он лежал, и все. Но взял Бог направил ее в ногу для того, чтобы выровнялась вот эта, значит, духовная хромота и хоть и остался он калеком, но уже стал настоящим христианином. И Бог направил ее в ногу. И вот, друзья мои, мы все внимательно слушали, да, и помнили, когда Папа вступил в бой, возвращаясь к этому первому свидетельству, когда Папа вступил в бой, то летит пуля. И, как мы знаем, то указательный палец лежит на курке оружия, а средний и безымянный обхватывает кольцо, которое, значит, ограждает курок от случайного нажатия, как бы предохранитель находится. И вот, когда летит пуля, она попадает в вот эти три пальца, вот эти три пальца, которые лежал на курке и обхватывал ограничитель, и отбивает их. Отбивает их. Остаются пальцы только мизинец и большой палец. Это была правая рука, рабочая рука. Все, забрали его с боя. Здесь сделали культяшку, и он оказался с двумя пальцами, вот этими. И сколько потом, друзья мои, всю жизнь он мучился, как калека. Ему надо было работать, поднимать нас, деточек. Ему надо было трудиться. И вот, если я беру косу, я обхватываю ее пять пальцев, у меня все давление в пальцах на косе, на древке коса, косы. Или беру вилы, или беру грабли, лопату. Я работаю пятьми пальцами, вот, и для меня не составляет такого большого труда, да, физически прилагаем труд, вот, но не составляет большого труда, потому что пять пальцев в работе. А он всю жизнь мучился, работал, и брал себе в руки косу, и брал грабли, лопату, вот, и вилы, и все это делал двумя пальцами. Завязывал мешки, делал все, только это делал двумя пальцами. Насколько было неудобно, насколько было тяжело, я видел, как он мучился, но уже никуда ничего не сделаешь. Вот. И поэтому, братья и сестры, как прекрасно иметь части тела, и как прекрасно быть полноценным и здоровым. Друзья мои, Писание нам говорит в 11 главе Матвея, он говорит, что придите ко мне все труждающие, обремененные, я успокою вас, возьмите иго мою на себя, и научитесь от меня, ибо я кроток, написано, да, кроток. Теперь, друзья мои, когда, тоже Матвея, 21 глава, говорит нам о том, что не бойся, черсиона, ибо царь вам грядет, сидя на ослице, и молодом осле кроткий, да, кроткий. Теперь филиппийцам в 5 главе, 4 стихом написано, что кротость ваша, да будет известна всем человекам. Я здесь работаю сейчас и убираю кабинеты, и вот там сидит молодая одна женщина, она из Гватималы, вот, и работает там. И я взял вот этот коробочек, такой он небольшой, может быть, как две ладони, и сложить, черный такой, я думал камень, но как поднял его, глянул, это дерево. Дерево просто покрашенное в черный свет. И на этом дереве белыми буквами написано, значит, по-нашему, работай хорошо, будь честной и пребывай в кротости. И пребывай в кротости. Такое хорошее она пожелание сама для себя сделала. Я читаю ее каждый раз, когда выхожу на работу, убираю кабинет, то читаю эти слова. И что я хочу сказать, братья и сестры, мы можем себе представить кроткого христианина, раба Господнего, с оружием в руках и отнимающего жизнь у других. Нет, не можем. Такого не может быть. Это несовместимо. И, друзья мои, Писание нам говорит о том, что, 13 глава, и к евреям он говорит о том, что Иисус Христос вчера и сегодня, и вовеки тот же. Да? Мы знаем это с места Священного Писания. А вот первое послание Иоанна, пятая глава, там в конце написано, что Иисус Христос есть истинный Бог и жизнь вечная. Да? Так написано. Поэтому Иисус Христос сам сказал о себе, что прежде, нежели был Авраам, я есть. И вот, друзья мои, вот этот Бог, вот этот Иисус Христос, Сын Божий, сказал Аврааму, «Не простирай руки твоей и не убивай сына своего Исаака, потому что я вижу, что ты любишь меня». Значит, успел, не опоздал, хотя, значит, и детская Библия нарисовала там, что Авраам уже поднял нож на сына, значит, готовый убить его. Вот обманывает детей наших, не знаю как. Там написано, «Простер Авраам руку, чтобы взять нож». И ангел сказал с неба, что «Не простирай руки твоей, не бери». Вот. А там уже нарисовали, что он уже взял нож и ее готов убить. То, друзья мои, что я хочу этим сказать, что Иисус Христос вчера и сегодня и во веки тот же. И если придет положение, значит, тяжелое, трудное для каждого из нас, и, возможно, быть, Бог введет вот это обстоятельство, когда будет смертельная опасность, то мы должны твердо знать, что тот, кто сказал Аврааму, «Не простирай», тот скажет и тому, кто, может быть, собирается простирить на нас руку. Друзья мои, мне тоже хочется еще сказать, что когда, значит, Священное Писание говорит нам о том, что апостол Павел в 20 главе Денья Святых Апостолов, он собрал туда всех пресвятеров церкви. Вот. И стал им говорить слова наставления. И он сказал, что Дух Святой поставил вас, значит, пости церковь Божию. Да? Дух Святой поставился. А потом дальше говорит такие слова, вот, что, «Ибо я знаю, что по отчествии моем войдут к вам лютые волки, не знающие стадо». Да? И из вас самих нещадящие стадо. Вот. И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно для того, чтобы увлечь учеников за собою. И вот, друзья мои, я так считаю, что как они были на то время, так они и есть и на сегодняшний день. Вот. И чтобы народ Божий бостровал и стоял на страже. Потому что, если церква послали на борьбу сюда против голубых, то если придут красные, то пошлют и против красных. Вот. Поэтому надо бостровать и трезвиться, чтобы нам не поступить неправильно. Мы слышали сегодня о том, что Христос сделал и показал пример для каждого из нас. Он, значит, пошел на контакт с Ерефейной Кенианкой, помог ей. Он, значит, поднял и воскресил юношу, не забрал жизнь, но дал ему жизнь. Он вошел в контакт, значит, с Самарянкой и помог ей, и дал ей воду живую, и дал спасение. Вот. И оправдал взятую на заклание, взятую на смерть. Поэтому благослови нас, Господь, друзья мои, чтобы нам бодистровать, чтобы нам поступать, как Он, быть в действительности рабами Иисуса Христа. Еще хочу сказать, братья и сестры, тем, кто надеется на свое оружие. Вот третий пример. Вот. Я хочу рассказать. Это был сам свидетелем. Мы живем в этих домиках, знаете, на передвижных, вот как через дорогу, Конкорд, на той стороне, такие домики. И я однажды вышел, утром и пошел, или за почтой, или куда-то и шел. И через дом выходит навстречу один мне, ну, на мой взгляд, такой довольно-то еще крепенький, высокий дедушка, выше на меня голову. И встретил меня, поздоровался. Я посмотрел на его, он посмотрел на меня. Я заметил его бледное лицо и дрожащие руки. В руках у него была чашка кофе черного-причерного. Он весь дрожал и рассказывает мне свою историю. Значит, этой ночью он лег спать и оставил окошечко, дверь замкнул и оставил окошечко открытое. Окошечко было небольшое, может быть, на поллоктя, квадратом. И он его оставил открытым. Только решетка от комарей вот. Это было лето и он оставил его для ночной прохлады. И когда, значит, он уже лег и уснул, то он мне рассказывает такие слова, что когда он очнулся от яркого-яркого света, и он мне говорит первую мысль, которая пришла мне в голову, я в огне, то есть мой домик горит. Но потом вторая мысль пришла за ней, нет, это стоит человек, который светит мне фонариком в глаза. Значит, ночью пришел один человек, который или ножичком разрезал вот эту капроновую сетку, или, может быть, рукой раздрал, просунул руку, отодвинул засол и вошел в комнату, и вошел в дом, в этот мобилхомчик. И вот, когда он подошел, я не знаю, ходил ли он по комнатам, или он сразу пошел в спальню сюда, он увидел лежащего человека, насветил на него, и когда тот открыл глаза, то стоящий спросил у него, и светящий, ты один живешь в доме? и лежащий отвечает, нет, я никогда один не жил в доме. И вот в этот момент сразу же, мгновенно, лежащий делает резкий поворот в направлении тумбочки, где у него лежал револьвер. Стоящий глянул на это, мгновенно прыгает на него и хватает его за руку. И мгновенно он выхватывает руку спод него и выскакивает на улицу и бежит до соседа, и чтобы позвонили в полицию. То что я хочу сказать? Человек, который ложился, он ложился спокойный. Ничто ему не возьмет. У него рядышком защита. Он может воспользоваться ею и помочь, и спасти себя, и сохранить себя. Скажите, братья и сестры, сохранил бы он себя? Конечно, нет. Помогло бы ему то, что лежало в тумбочке. Конечно, бы не помогло. Этот стоящий мог бы спокойно убить его, даже и не начиная разговора, и не включая фонарика. Но я скажу вам, братья и сестры, что рядышком там жили наши верующие с другой церкви. И вот он, это правдивый рассказ, когда этот брат верующий проснулся, он глянул в окно, а у него на улице холодильник был, и он глянул, что он открытый. Он вышел туда, на улицу оделся, вышел, закрыл холодильник, посмотрел, ничего не взято, вышел на улицу, на огород, глянул, никого нету, пошел дальше спать. И в это время происходила вся история, которая произошла, которую мне рассказал дедушка. И поэтому, друзья мои, я так обратил внимание на то, что не поможет, не поможет оружие, если Господь не защитит от и не даст милости своей. Поэтому, друзья мои, как рабы Господни, как рабы Христова, давайте мы посмотрим. Если бы, значит, Юроп дал мне время и сказал бы, Виктор, вот излагай о доброте Иисуса Христа с утра до вечера. И как апостол Павел, я бы излагал о доброте Иисуса Христа с утра до вечера, и Господь бы дал бы способности мне излагать, то если бы в конце дня то это была бы капля в море или в безбрежном океане о том, что сделал Иисус Христос. Ибо Писание говорит в конце, Иоанн говорит, что если бы писать об этом подробно, то самому миру бы не вместить написанных о нем книг. Вот. О той доброте, которую сделал Иисус Христос, Сын Божий. И поэтому, так как мы дети Божьи, так как мы рабы Божьи, сегодня мы сделали несколько шагов только и посмотрели, что сделал Иисус Христос. И поэтому, друзья мои, будем мы подобны Иисусу Христу, будем мы рабами послушными и делать то, что Он сделал для того, чтобы нам было благо и хорошо, и мы могли не отнимать жизни у людей, а давать им. Да благословит нас всех, Господь, и мы помолимся Господа, поблагодарим Его. Аминь. Спасибо.